Выполняем домашнее задание по литературному чтению в рабочей тетради Бойкиной и Виноградской вместе с третиклассниками. Что такое устное народное творчество? В давние времена, когда не было книжек и тетрадок, ручек и карандашей, одна мама придумала сказку для своих детей. История так понравилась, что ее запомнили и стали рассказывать друг другу, передавать из уст в уста. Каждый рассказчик дополнял ее новыми героями, новыми событиями. Так сказка дошла до наших дней. Кто автор такой сказки? Люди, которые ее пересказывали на свой лад. Мы говорим, что эту сказку сочинил народ. Так появилось устное народное творчество или фольклор. Люди сочиняли не только сказки, но и песенки, считалки, загадки. Это тоже народное творчество. Малые фольклорные произведения. Эти произведения помогали людям выполнять тяжелую работу, растить и воспитывать детей, отдыхать и веселиться, мечтать о счастье и богатстве, думать о своем здоровье и о здоровье своих родных и близких. То есть сопровождали человека от рождения до старости. К малым фольклорным произведениям относят скороговорки и чистоговорки, считалки, загадки, песенки, потешки, дразнилки, пестушки, заклички, частушки, небылицы, докучные сказки, пословицы и поговорки. Они украшают нашу речь, делают ее образной и выразительной. Сказки любят все на свете, даже самые маленькие дети. Сказки веселые и грустные всегда интересны и поучительны. Мы знаем сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. Волшебные сказки отличаются тем, что в них участвуют волшебные предметы, совершаются сказочные превращения, действия повторяются три раза. Сказка учит отличать добро от зла, хорошее от плохого. В сказке добро всегда побеждает зло. Александр Сергеевич Пушкин писал, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.